Всем привет! С вами снова техноманьяки деревенские из КБ Загородного. Сегодня наше видео будет посвящено сугубо дачной тематике. Меня отчалили мои пенсионеры, которые выносили мне мозг вчера вечером. И вот за эти сутки я тут маленькую работу провернул, проворачиваю в процессе. Давайте полюбуемся. Итак, здесь была бетонная площадка, потрескавшаяся и кривые ступеньки. Посредством работы отбойным молотком я все это дело превратил в щебенку. Сейчас все это старое покрытие и старый щебень я отсыплю. Вот здесь вот я дорожку делаю. Прокопал, положил я дренаж, вот туда отсыпаю этот щебень вторичный. Сверху все это дело закрою плиткой. Закрою это дело плиткой и будет культурно. По крайней мере здесь можно будет ходить. А то меня, честно говоря, достало. Здесь бабушка стелет вечно какие-то тряпки, чтобы не таскать это к Васею. Говорю, давай плитку положим ни в какую. Ну вот приедет, а плитка уже лежит. Вот. Ну чтобы дренаж работал, я его подключил здесь, переделал все. Здесь восстановил старое все. Здесь лежали вот эти вот трубы сбоцементные. Ну, как вы видите, это уже не работает, потому что течение их полностью перекрылось. Вот. Так что в любом случае этим надо было заниматься. Вот. Здесь я отсыпаю вторичный щебень, засыпаю песком, потом протрамбую, пролью, заверну геотекстиль и положу плитку. Будет культур, мультур деревенский. Вот. Это мотивация о том, что зачем здесь кладь плитку все равно в старый дом. Честно говоря, мне не очень понятно. Ну, дом старый. Давайте по этой логике вообще жить не будем. Ведь зачем жить? Зачем есть? Ведь все равно сдохнем. Какая-то очень странная логика. Вот. А я, честно говоря, с тех пор, как положил везде плитку, у меня там все дорожки в бетонной плитке, во-первых, перестал подскальзываться. Здесь было невозможно ходить, скользко очень. Вот. А во-вторых, дома стало значительно чище. Потому что раньше приходишь и на калошах такие по бокам прямо аж варики из глины и грязи. А сейчас как бы в любое место участка практически можно отойти с чистой обувью. Очень удобно. В общем, ну, вот рабочий день, да, за рабочий день я отрыл здесь, сколько тут, 5, ну, около 10 метров траншеи. Теперь же сколол крыльцо, раздолбал, отстелил. Ну, сегодня к вечеру, надеюсь, всю эту щебенку, самая неприятная работа, перетаскать и отсыпать уже сюда. Вот. А завтра уже буду выкладывать площадку. Хочу сделать нормальные ступени, потому что здесь были такие узенькие, кривые, корявые ступеньки, на которые не встать нормально. Зимой, когда ходишь на все это, набивается снег, сбивается в такие ледяные, неровные, скажем так, горки, не горки. В общем, кто живет в северном климате, тот меня поймет. Вот. И даже скалывание постоянно, честно говоря, мало помогает. То есть все равно скользко, либо надо песок сыпать. Вот. То есть ногу надо ставить на ровную поверхность, а поверхность по определению здесь получается кривая, потому что они узкие были, там, сантиметр, наверное, 12-15 шириной. И их уже попучило, как бы они криво стояли. В общем, короче говоря, такое травмоопасное крылечко было. Сейчас я здесь положу две плитки, ступеньку сделаю из двух плиток. В общем-то, будет очень широко, удобно и ровно. Вот. Так что вот так. И крайние плитки я здесь не буду резать. Я просто выложу, как выкладывается. Там еще отсыплю тоже. Потому что, честно, этот хламовник здесь был такой, я разобрал. Вот. На него надоело любоваться. Тут какие-то и стекла стояли, и все, ничего не убрать никак. Вот. В общем, я все это разобрал, вычистил. Я здесь сделаю, выложу плитку, как она выложится, да, целыми. А все, что не будет хватать, я сделаю перегородочки. И прямо по месту, в общую плоскость, вдоль по стенке, по фундаменту, это дело залью. Это будет самый простой, ровный и аккуратный вариант. Так, ну все, уже темнеет, пора сворачиваться. Значит, на сегодня сделал я следующее, полностью отсюда снял щебенку. Даже не щебенку, а бетон разбил, снял. В итоге, вот, угол полностью до конца сделаю. Здесь никогда не было покрытия, хоть не будет такого свинарника. Здесь я выведу плитку до упора. Вот. Значит, отсюда весь бетон переехал в виде щебня вот сюда. Полностью под песок. Ну, практически его хватило. В принципе, у меня еще старый щебень есть, который я снял отсюда. Он с землей, я его намою и досыплю сюда. Вот. Значит, следующая работа завтра, закончить планирование вот этой площадки. Она будет где-то вот сюда, наверное, вот так, чтобы стыковаться с этой дорожкой. Вот. Дальше выровняю ее в плане. Пройду полностью, чтобы везде совпали уровни. Может быть, сеянным песком сверху там чуть-чуть подсыпаю, как бы уже подровняю. Протрамбую. Выровняю. И сделаю раскладку плитки. То есть, плитка будет положена вся, кроме подрезки. То есть, кроме той, которая будет требовать каких-то телодвижений. То есть, что спокойно ложится, то будет положено. Вот. И плясать я буду отсюда, наверное, от этой линии. И с учетом ступенек. Потому что они могут не совпасть. Потому что вообще получается, как бы здесь не совпадение. То есть, в любом случае, я не буду ориентироваться уже по этому шагу, наверное. Ой, какой-то сдвиг. То есть, здесь будет шаг от ступеней идти. И там все равно не будет совпадения. Поэтому, да, наверное, от ступенек я завтра пойду. Разложусь. Это вот в этом положении. А вот в этом положении, наверное, от этой попробуем сыграть. Будем надеяться, что угадается и ляжет. Потому что по ступеням я могу более или менее немножко подвинуться. Здесь сантиметров по 10 спокойно, 15. Ну, надеюсь, будем надеяться, что мне этого хватит. Вот. Ну, вот такая веселая работа на сегодня. Вот, пойду сейчас в гости к соседу. А вы оставайтесь с нами. Спасибо за просмотр. Это была Каба Загородная. Будет интересно. Пока-пока. Ты заходи. Если что.